добрый день дорогие друзья с вами компания про тюнинг меня зовут игорь и мы сейчас находимся в нашем тюнинг-центре на улице российская 312 городе краснодар мы поняли что очень много автомобилей остается за кадром но при этом очень хочется вам про них рассказать потому что бывают очень интересные нюансы тонкости нашей работы и поэтому мы запускаем новый формат в котором мы вам будем показывать что у нас происходит в боксе что мы делаем с машинами и так далее давайте уже приступим первая машина которая у нас сейчас стоит на первом посту это honda civic в кузове и к на самом деле достаточно интересный автомобиль для ценителей так скажем плюс она у нас уже полностью вся в принципе сделано очень много тюнинга присутствует на этой машине у нас тут и капот из волокна замененный очень интересный деталь с такими жабрами на бампере очень много сплиттеров элероны стоят другие колеса расширения сзади у нас много всего на общем машина на самом деле видно что за ней очень много ухаживали человек который владеет эта машина прям горит старыми настоящими такими японскими машинами и так далее и зачем она к нам приехала это мойка подкапотного пространства потому что у этих машин на самом деле это проблема потому что она очень часто очень быстро становится грязным подкапотное пространство потому что ну я так по опыту скажу как владелец такого же в принципе автомобиля защиты которая идет снизу она толком ничего не закрывает да и в принципе на многих машинах из тех что я видел наверно из на 9 из 10 этих машин вообще в принципе никакой защиты нету и поэтому снизу у нас все абсолютно вырывается наверх и очень быстро это красота которая у нас здесь находится становится грязно во первых реально хочется оценить насколько классно все сделано видно что прям по-настоящему по спортивному по гоночному стоит толстый радиатор чтобы машина не перегревалась мотор у нас тоже классно собран на большом впуске в таки естественно имеется синий цвет у нас везде присутствует настоящий гоночный распорка общем машина полностью готова чтобы выехать на трек и показать очень хорошее время и она это на самом деле может даже с таким казалось бы простым мотором d-серии сейчас мы помыли подкапотное пространство полностью все это просушили убедились в том что машина у нас работает четко ровно и так далее чтобы не было никаких проблем сейчас мы ее будем мыть готовить к выручу и же совсем скоро приедет клиент за этой машиной и передвигаемся дальше самые популярные автомобили не только в нашем тюнинг-центре но также в нашем автосалоне это lisan l9 машина на самом деле очень интересно и тут у нас я бы сказал делается самая популярная работа такой стандарт который уже сформировалась так сказать для этой машины это оклейка полностью всего кузова в матовый защитный полиуретан потому что конкретно эта машина под такую пленку очень классно раскрывается у нее достаточно простые формы при этом есть грани которые очень классно на матовом покрытии выделяется и машина смотрится на самом деле как будто бы она из будущего особенно ее передняя часть но я думаю с этим точно уж сложно поспорить помимо этого мы оклеиваем не только кузов но и салон потому что там у нас большие экраны центральный экран мультимедиа который совмещен с экраном мультимедиа для переднего пассажира экран на руле вставки по салону и так далее это все у нас может царапаться со временем и это нужно тоже защитить в прозрачную глянцевую пленку это все у нас полиуретан который идеально справляется с этой функцией и последнее что еще мы сделаем на этой машине это антихром сейчас на все эти элементы сняты это оконные молдинги вставка под камеру на крыле крышки зеркал сзади шильдики это все у нас снято находится в процессе работы и скоро уже будет ставиться на эту машину и как по мне несмотря на то что вроде бы такой серый матовый цвет у машины появился уже кому-то может быть он приелся много много таких вариантов видели но в сочетании с антихромом с черным глянцем это будет смотреться очень очень классно на этой машине и еще чтобы я сюда добавил помимо оклейки в тот стандарт работ которым для лица l9 это шумоизоляция арок автомобиля передние и задние и шумоизоляция дверей это тот комплект который сделает нахождение в салоне всех людей максимально комфортным такие машины к нам крайне редко заезжают это газель next очень необычно видит такой автомобиль в стенах нашей компании но при этом с таким мы тоже работаем и очень приятно что ну мало того что машина достаточно нестандартная так еще и цвет у нас достаточно нестандартный это кислотно-зеленый глянец виниловая пленка я на самом деле обожаю когда вот что-то такое заезжает нам в работу и неважно на самом деле что это за машина как она будет смотреться просто приятно видеть что вот такой вот яркое большое пятно стоит наших стенах и тут на самом деле есть тоже ряд особенностей и нюансов по оклейке казалось бы вроде бы ну газель next у нас сплошная боковая частью машины просто как ровная стена вроде бы ничего сложного но при этом машина достаточно высокая погонный метр пленка ширина ролика у нас метр пятьдесят два как это все уместить как это все сделать тут мы в принципе все это выполнили боковая часть заклеена из нескольких кусков потому что по-другому просто не вариант это все делать и все делается так чтобы у нас стыки пленки были на ребрах жесткости на боковой части автомобиля тоже это все учитывается перед оклейкой и собственно машина заклеивается и еще один элемент про который хочется рассказать это вот такой вот скотч на капоте зачем он нужен казалось бы детали же вроде бы полностью заклеена тут ничего сниматься не будет то есть это сделано не для того чтобы защитить эту деталь которая была оклеена а для того чтобы при оклейке крыла которые у нас еще видите заводском белом свете мы сюда будем накидывать пленку сверху и естественно нам нужно будет сделать запас по краям которые будут у нас выходить за грани крыла и на капоте специально клеится малярный скотч чтобы у нас пленка так сильно не прилипала к капоту и не повредила не подорвала ту самую пленку которая уже наклеена тоже вроде бы мелочь маленький нюанс фишки в работе которую мы используем можем вам показать и в принципе не скрываем этого в общем я думаю видите подход с которым мы работаем с каждым автомобилем и не важно вообще что это двигаемся дальше следующий автомобиль этого я free уже в рестайлинге да эти машины вроде бы только недавно появились на нашем рынке даже не все в принципе видели что это за модель потому что новая машина но уже китайцы выкатили нам рестайлинг этой машины сейчас она находится на процедуре полировки и последующего нанесения керамики это обязательная процедура именно полировка перед крамика даже на новой машине потому что это так скажем подготовка к защитному покрытию его нанесению таков технологический процесс и от этого никуда не деться любую абсолютно машину необходимо сначала отполировать и потом уже на не наносить воски и жидкое стекло либо керамику все что собственно вашей душе угодно на черном цвете машина под керамикой будет просто как леденец я думаю люди которые видели это вживую понимают о чем я говорю это на самом деле очень классно будет смотреться и дополнительно здесь будут проводиться работы по покраске одного диска к сожалению он уже пострадал несмотря на то что машина новая и будем делать антихром рейлингов и остальных элементов которые у нас находится на автомобиле чтобы она была по-настоящему прям полностью черная такой брутальной машины переходим далее следующий автомобиль это воя дример но достаточно необычный если кто-то видел эти машины внутри как они устроены сзади у нас идет два ряда сидений может сидеть до четырех человек и в принципе они все у нас по сути одинаково отличаются мелочами в комплектации отделкой салона и и цветом и так далее а это особенный воя dream потому что это его максимальная вип-версия сзади у нас идет вместо двух рядов сидений один ряд это два капитанских кресла со всеми удобствами это массаж и вентиляция подогрев атаманка лежачее положение в общем самый максимальный вариант который можно ставить спасибо машины здесь у нас стоит уже с завода что очень интересно в этой машине что это недоработка которая сделана в какой-то компании кстати мы если что тоже этим занимаемся доработкой вот таких вот микроавтобусах в офис на колесах а это у нас заводское полностью решение там же у нас стоит спереди перегородка с выезжающим тел телевизором плюс тут очень красивая отделка салона из фиолетовой кожи на самом деле смотрится очень эффектно и что здесь интересно это то как устроена машина у нас внутри конструктивно чем отличается стандартный воя dreamer от воя dreamer vip так вот первая деталь которая сразу бросается в глаза это с каркас спинки сидений который у нас стоит собственно здесь сделан он из профильной трубы квадратная алюминиевая труба и казалось бы ну вот кто-то может сказать что вообще что это такое как-то очень некрасиво все несуразно выглядит я вам сразу скажу что это нормально это вообще абсолютно проверенная технология ничего такого в этом нет и так делается не только на китайских автомобилях это в наше время люди любят увидеть какую-нибудь мелочь в автомобиле из китая сказать что все это плохо это все ужасно и так далее так вот если кто-то знает audi r8 очень интересный спорткар который многие любят машины которые действительно достойно внимания и уже есть такой круг фанатов у нее она у нас сделана тоже внутри полностью из такого трубы квадратного сечения тоже алюминиевые то есть если мы снимем все панели навесные то есть крылья капот бампер у нас просто будет профиль который даже у нас не изогнут как-то это на трубогибе и так далее а просто под прямым углом сваренные трубы по 90 градусов и при этом этот автомобиль по сути сделан достаточно хорошо поэтому в этом ничего страшного абсолютно нет и еще одна деталь который отличает этот воя dream vip от обычного воя dream это крепление перегородки пойдемте поподробнее покажу на самом деле тут ничего сложного абсолютно нет у нас просто стоит две трубы квадратные также которые идут вдоль автомобиля слева и справа они у нас уже стальные потому что конструкция у нас достаточно простая просто одна труба но она у нас гораздо прочнее чем та же алюминиевая конструкция спинка сидений сзади в общем просто понятно и надежно будет здесь закреплена эта самая перегородка на машине мы сейчас делаем шумоизоляцию всего салона вот можете обратить внимание как это все происходит клеится у нас весь пол в два слоя первый слой это виброизоляция комфорт мат 3 миллиметра достаточно хороший материал который очень классно поглощает все вибрации которые издает автомобиль и вторым слоем сверху на него укладывается сама шумоизоляция это у нас уже блокшот очень классный материал потому что снизу у нас идет битовная прослойка посередине идет вспененный материал который как раз таки гасит весь шум и сверху уже тканевое такое покрытие мягкое все клеится так чтобы закрылся просто каждый миллиметр автомобиля по виброизоляции и сверху уже по самой шумоизоляции также все максимально укрывается чтобы защитить те кто будет находиться в салоне от шума который приходит у нас снаружи следующий автомобиль это mazda 6 на самом деле это наш очень давний проект машина который мы тоже очень хорошо поработали здесь у нас сделан такие услуги как изготовление индивидуальных эксклюзивных сплиттеров спереди на бампере на порогах на заднем бампере также у нас присутствует элерона дополнительно мы заклеили фары в темный тонирующий полиуретан поставили новые колеса на эту машину там же мы на шинах сделали наклейки на общем машина смотрится на самом деле очень с одной стороны строго нет у нас каких-то прям супер здесь изменений которые полностью поменяли внешне этой машины а сделано только то что на самом деле делают ее гораздо лучше в своем внешнем виде вроде бы такие мелкие небольшие детали и машина уже очень классно преображается сейчас она приехала к нам на процедуру полировки нанесения керамики про что я говорил вам буквально пару минут назад и на то поменяем масло сейчас как раз у нас эти работы делаются масло в двигателе все фильтра масляные салонные воздушные и так далее и дополнительно поменяем еще здесь колодки и после этого машина у нас отправится на процедуру собственно полировки и керамики в этом есть большой плюс когда вы оставляете машину в нашем тюнинг-центре на выполнение каких-либо работ доработок по вашем автомобиле изменения внешнего вида вы можете не тратить свое лишнее время еще куда-то не ехать другие сервисы и так далее все сделать прямо у нас здесь в про тюнинг нашем тюнинг-центре поэтому это тоже большой плюс то что огромный комплекс работ мы выполняем прямо здесь в одном месте ну а на сегодня у нас все это все машины которые стоят у нас цеху в работе но это еще не все потому что посмотрите сколько автомобилей у нас еще находится на парковке далее машина будет перемещаться в работу мы естественно будем с ними делать различные доработки и так далее которые будем вам показывать поэтому подписывайтесь на наш канал пишите комментарии ставьте лайк и ждите выхода следующих видеороликов